Медикаменты, теплые одеяла, чтобы согреться зимними вечерами, консервы, шоколад и другие сладости длительного хранения. Восьмая по счету машина с гуманитарным грузом отправилась к границам новых субъектов России. Акция «Все для победы» проходит в Самарской области уже пятый месяц. И за это время общественные организации, предприниматели и волонтеры собрали колоссальный объем помощи не только для военнослужащих, но и для людей, проживающих в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Мы, самарские жители, предприниматели, национальные центры, люди, которые представляют высшие учебные заведения и просто неравнодушные граждане, сказали и сделали. И мы в несколько минут собрали вот этот замечательный подарок людям, которые сегодня в этом очень нуждаются. Собирать и готовить к отправке гуманитарный груз общественникам и волонтерам помогали сотрудники Дома Дружбы Народов. Все национально-культурные объединения Самарской области, ветеранские организации Самарской области подключились по сбору гуманитарной помощи как для вынужденных переселенцев, размещенных в пунктах временного проживания, так и людей, которые находятся там, непосредственно в Донецкой, Луганской, Запорожской области, в Херсонской областях. Ну и, конечно же, собирают гуманитарную помощь непосредственно участникам специальной военной операции. Помимо такой масштабной поддержки, помогать можно адресно на постоянной основе. Это вообще не первая такая акция. Мы работаем на постоянной основе, на Волжском проспекте 19 мы принимаем гуманитарную помощь. За пять месяцев акции «Все для победы» волонтеры по всей России собрали более трех миллиардов рублей для закупок на нужды армии и вынужденных переселенцев. Сбор средств продолжается и сейчас. В рамках акции «163 рубля для победы» можно перевести любую сумму. Ознакомиться с правилами проведения можно на региональном сайте организации «Народный фронт». Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.